Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вот так вот Данила Пальков подкараулил отскок шайбы и послал ее низом. Давайте посмотрим повтор этой атаки. Последовал бросок от борта. Марк Флакс бросил. Ярославцы уже начинают контратаку свою. Наброс на ворота. Попытался там. Еще одна шайба влетает в сетку. Алексей Кручилин. Вот так вот дуплетом выстрелили ярославцы. Поехал в сторону скамейки запасных. А Юлиус Суплер вынужден взять тайм-аут, чтобы успокоить своих хоккеистов. Они должны играть! Да, ребята, так не должны играть. Смотрим повтор этой комбинации. В общем, вроде бы все было уже под контролем. Но у Яна Колорджа сошла шайба с крюка. Подоспел Плотников. Начинают ярославцы свою атаку. Захликнулась она в средней зоне. И с гола! Едва сейчас дончане не сравняли результаты. Посмотрите, что творится. И вновь Кертис Сэнфорд не смог зафиксировать шайбу. И опять игрок, который находился на дальней штанге, успевает к этому отскоку. И еще даже 2-2. Четыре заброшенные шайбы. Посмотрим, следует наброс на ворота. И победно вскидывает руки Денис Кочетков. Именно он подкараулил этот отскок. Но там и Вертанин тоже был готов добавить шайбу. Смену даже покатил. Ой-ой-ой, попадает то ли шайба, то ли клюшка. И Апалькову продолжается игра. Яковлев держит шайбу. Хагман подъехал. Диагональ неплохая. Бросок защитника отбивает шайбу Кертис Сэнфорд. И повторный бросок не был точным. Домой защитников, Лотников. Но вот посмотрите, не успевал все-таки Петр Подкратский. Потерял позицию. В результате все это могло закончиться еще одной пропущенной шайбой для Донбасса. Труниуафф. Начинается коммерческая пауза. Мы смогли повтор одной из последних атак Локомотива, когда могли Ярославцы еще раз огорчить Криса Холта. Ну, Локомотива. Первое удаление было в этом поединке у хозяев. Ну что, еще одна шайба. Влетаем в сетку ворот Криса Холта. 3-2. Да. Не смог Крис Сэнфорд выручить свою команду. А Пальков поддает шайбу Кронвалю. Был ли там рикошет от тех, как перейти в Локомотив. Пас на бросок. Ближний угол. Меч от Сэшайбы на пятачке. И ярославцы вздыхают свободно, спокойно, потому что Максим Трунев с первым оказался в нужном месте. Старил шайбу в чужую зону. Хорошая передача какая. Пас из ворот. Рэнди Робитайл находит Дмитрия Кагарвицкого. Тот бросает схода без подготовки. Идет более открытый хоккей. Много ошибок. Из-за этого с этим связано столько много головок. Оставьте, чтобы занять через. В этом матче было удаление у Яковлева. Вот опасный момент. Мечется Шайба. Недорас пытается добить. И девятнадцатый номер тоже находясь спиной к воротам Дома Скискинен. Можно играть, нет в ней игры. В передаче и гол. Рэнди Робитайл. Рэнди Робитайл с передачи Лукаша Кашпара восстанавливает равновесие в счете 3-3. Донецкий Донбасс. Смотрим повтор этой атаки. Кагарлицкий отдает передачу на Кашпара. Тот уходит от соперника. На длинных руках делает передачу на Робитайла. И тот подставляет трюшку под этот пас. Шайба влетает в сервер коворот. Варламов прячет бросок и прокатился Клэй Уилсом прямо перед Кертисом Сэнфордом, но сумел сориентироваться вратарь. Стоп. Да нет, продолжается игра. Варламов. Очень опасно может быть. Передача. Варламов. Бросок с неудобной руки. Разводит руки в сторону арбитр. Ну так, в основном, да. Варламов попал в штангу. С неудобной руки бросал. Случевых обращения присоединились к автомобилисту и потеряли все шансы. Теоретически занять место в первой восьмерке. Вот так что вот минчане вчера догнали. Донбасс по очкам. Опасный момент. И шайба в воротах. Сергей Плотников. Егор Аверин также записывает на свой счет один результативный балл. Молодец Аверин. И как сориентировался здесь Плотников. И Клей Уилсон был уже практически отыгран. Ну и не смог выручить свою команду Крис Холд. Классный гол. 4-3. И локомотив выходит вновь вперед. Конечно, что ярославцы позволят сопернику развернуться в своей зоне в заключительный третий матч. Еще один опасный момент сейчас. Едва и пятая шайба не пересекает линию ворот Холда. Отбиваются дончане. Александр Черников. Мобиль класса второй команды. Тут вот он мог отличиться. Как раз и вот момент нарушения правил. Рэнди Роби Тайл. И организует новую атаку своей команды. Хорошая передача не получается бросок у Оскара Бартулиса. Последний штурм. Времени очень мало. Бросок с отрицательного практически угла. Выставляет Сен-Фортрюшку. И в это время звучит финальная сирена. Не хватило времени Донбассу, чтобы спастись в этой встрече.